всем привет друзья приветствую всех тех кто посещает периодически мой канал интересуется разработкой игр интересуется изучением языка программирования c++ он достаточно обширный большой мы с вами продолжаем писать проект игры похожий на true life которая была когда-то выпущена на sego прекрасная игруля мы с вами остановились на том что мы с вами более-менее написали возможность вот такой вот карты генерации карты и комнаты так далее и сегодня я бы хотел немножко отойти от темы карт хотя мы и там далеко не закончили но тем не менее этого пока нам будет достаточно перейти к теме графики поговорить немножко графики поговорить немножко о других темах ну в общем отвлечемся от этой истории первое что хотелось бы сделать это загрузить в наш код уже готовые ну так называемые модули которые мы с вами уже писали ранее в отношении загрузки графических файлов работы с векторами и так далее и тому подобное и работа с классом rectangle который мы создавали до проект но прежде чем это сделать давайте затронем немножко тему темплейтов у нас есть замечательный класс век 2 который поддерживает у нас по сути тип переменных float что такое темплейты темплейты по сути это ну скажем шаблоны для классов если сам класс по факту является шаблоном для будущих объектов которые вы будете создавать то темплейт это шаблон для класса и чем темплейт прекрасен тем что мы можем в дальнейшем когда создаем класс указывать необходимый тип переменной который нам необходим для создания конкретного объекта в нашем случае задача какая у мы сейчас можем использовать только вектор типа float если мы создаем этот класс то соответственно обязаны в любом случае ну как-то поженить эту историю с переменными типов лот ну что если я хочу например создать вектор класс вектор 2 с типом int или типом unsigned int или car или string и так далее и тому подобное мне придется либо пересоздавать заново этот класс да то есть условно говоря его копировать создавать какой-нибудь новый назвать его там не знаю век 2 int например и везде вот где у нас есть подставлять int писать отдельный код c++ ну я имею ввиду вот у нас есть отдельный файл до cpp вот и соответственно каждый раз пересоздавать это куча геморроя это не интересно это не то что не то к чему мы стремимся в программировании уж особенно если есть у нас в руках такое замечательное оружие и возможность языка c++ как темплейты темплейты как раз решает эту задачу давайте попробуем наш вектор превратить в класс который использует и работает на темплейтах как это делается во-первых пишется ключевое слово темплейт как ни странно темплейт в таких ну не фигурных а как они называются между знаками больше меньше мы прописываем слово type name t вот таким вот образом что данная строчка означает мы говорим что мы хотим использовать темплейт причем темплейт все что мы будем подставлять ну то есть значение те будет принимать или компилятор будет понимать какой правильный тип переменных нам потом в процессе подставлять в нашем случае мы хотим те заменить на любой тип переменных флот который мы используем но давайте заменим то есть флот это у нас будет ти соответственно здесь тоже ти ну и во всех местах где у нас встречается флот мы должны подставить значение ти как вы видите уже интуитивно да понятно что там где у нас будет стоять и в процессе создания нашего класса вектор век 2 мы должны будем подставить под те нужную нам переменную типа int card string float и так далее все что нам необходимо значит это первый шаг заменили второй шаг темплейты не поддерживают разделение файлов между h и cpp то есть по сути имплементация вот это вот мясо которое у нас в c++ мы должны перенести в h файл и по сути избавиться от файла cpp что кстати тоже удобно и уменьшает количество кода которое нам нужно писать поэтому я эту часть отсюда вырежу и вставлю в темплейт сюда но для удобства значит нам нужно соответственно прописать эти функции все здесь и да в h файлах можно без проблем писать точно так же как в файлах имплементации прям непосредственно выполнение или инструкции да к нашим функциям поэтому мы это и сделаем и это требует от нас темплейты ну вот я соответственно готовлю все функции к тому чтобы туда скопировать необходимы нам код так и здесь нормалась вектор и get normalize прекрасно начнем с собственно конструктора который принимает у нас два значения это txn txy да то есть по сути наши наши вот это вот часть мы ее просто копируем двумя двоеточиями и просто вставляем сюда таким образом у нас с вами идет инициализация темплейта без проблем никто и на язык не против того что мы таким образом записываем наши значения дальше у нас оператор плюс то же самое он у нас возвращает век 2 он не против под поскольку мы век 2 уже конструктор прописали инициализацию соответственно можем подставлять рэй чес x и рэй чесуай при том при всем что на у нас x уже также является те до темплейтом поэтому он не против и точно так же нет никаких ошибок в этом плюс равно соответственно то же самое прописываем вот таким вот образом без каких-то проблем но то есть как вы видите здесь простая как говорят копипаста умножить соответственно мы точно так же ставим сюда умножить у нас ушло дальше у нас идет умножить равно копируем умножить равно вставляем сюда рэй чес темплейт да это у нас умножить на флоте здесь у нас минус минус соответственно вот так это убираем дальше у нас минус равно минус равно сюда тоже избавляемся от этой функции get length у нас по сути здесь функция square root да то есть корень из здесь в принципе ничего не меняется мы берем get length все замечательно единственно он пока не знает о том о присутствии вот этой функции square root мы должны из cpp библиотеку simas копировать соответственно мы ее куда-нибудь сюда и поставим вот так вообще кстати говоря simas библиотека ну такая скажем так двусторонние нужно смотреть всегда на нее внимательно с точки зрения разработки игр потому что она не всегда является супер эффективной работает достаточно шустро и быстро иногда приходится писать ну как бы переписывать некоторые математические функции которые нам необходимы без использования этой библиотеки но с использованием так называемых intrinsic functions то есть это те функции которые уже непосредственно встроены и предусмотрены самим процессором так это копируем get normalize сюда и тут есть тоже несколько затыков которые нам нужно с вами поправить ну вот в принципе мы все функции скопировали есть сразу проблемка 1 значит смотрите вот этот эта функция и вектор работает на темплейтах но в данном случае мы с вами объявляем лэнкс виде флот флот соответственно нужно поменять на темплейт дальше лэнкс в данном случае теперь мы не знаем это типа инт или это типа флот и так далее соответственно лэнкс не может быть равен типу флот мыс мы должны конвертировать ноль в то значение которое у нас примет темплейт то есть если это будет им то соответственно он конверт нет это 0 в оставит как in то просто 0 если это будет флот то соответственно он здесь подставит 0.0 f дальше соответственно единицу мы точно также должны конвертнуть в тот тип переменной который мы подразумеваем в нашем темплейте f соответственно убрать оставить только единицу то есть единицы деленное на лэнкс лэнкс у нас уже является темплейтом и return this в принципе все то есть вот та магия использования темплейта или там синтаксис написание того как мы должны это сделать в этом случае теперь мы вектор можем использовать абсолютно разных типов которые захотим давайте избавимся от файла cpp больше он нам не понадобится я его удаляю и давайте попробуем его где-нибудь применить и использовать ну проверим на то где он у нас вообще используется ну вот например в файле engine видите он сразу подчеркивает и говорит я не знаю что такое вектор 2 потому что мы это темплейт и темплейт доль должен принимать в себе мы должны указать ему какого типа данный класс будет создан с какой переменной соответственно чтобы это сделать но вот как вы видите не зря мы пишем вот такие вот фигурные не фигурные а вот скобочки в знаке больше меньше да то есть мы должны подставить конкретный тип вот сюда тайт тайп на им ти это делается следующим образом все просто я пишу флот между знаками больше точнее меньше и больше на точнее да да больше и меньше вот флот теперь видите все хорошо компилятор не ругается и он вполне себе принимает от нас подобную историю в engine у нас по моему тоже есть где-то вектор если не ошибаюсь а может быть и нет да здесь ничего нет значит у нас есть еще в тайл мэпах осталась эта история да вот как вы видите у нас есть каноникал позишн который принимает вектор в данном случае это вектору флот меняем и где-то здесь был еще до здесь get conor get all conor у нас тоже возвращает вектор 2 типа флот это мы сейчас поменяем и больше вроде как нигде у нас ничего такого нету на да прекрасно значит переходим в тайл мэпси пипи смотрим где у нас здесь ошибки ну вот возвращает вектор флот ну то есть типа флот здесь все хорошо и вектор 2 конструктор работает флот здесь соответственно подставляем конструктор флот типа флот у нас работает нормально эти две перемены у нас типа флот поэтому все хорошо он сможет нам создать важный момент пока мы не писали это конвертировать допустим что если я хочу из не знаю вектора два типа флот например получить вектор of int до конверт конвертировать можно конечно создать один конструктор но я пока не стал это делать потому что мы в принципе с интами пока особо не работаем по мере надобности если что пополним этот класс новыми конструкторами это не так сложно тайл мэп значит тайл мэп у нас все все здесь прекрасно ну и давайте попробуем скомпилировать если мы скомпилируем наш проект надеюсь а вот полезает уже первые ошибки минус огромный темплейтов вообще в том что если мы их начинаем использовать и неправильно используем вылезает вот такое огромное количество ошибок и кажется что сейчас все это вот ну как бы конец света и так далее на самом деле это не так страшно нужно посмотреть сразу же на первый аргумент первую ошибку которая вылезает или появляется у нас в коде но в данном случае у нас есть класс rectf rectf у нас да вот кстати еще один класс который претендует на то чтобы сделать его темплейтом потому что мы хотим прямоугольник прямоугольники квадраты до использовать опять же содержащих в себе различные типы как тип инф так и тип флот поэтому давайте тоже сделаем его темплейтом значит я пишу темплейт type name t и соответственно класс rectf у нас будет называться уже просто rect поэтому я предлагаю сразу изменить нейминг та-та-та здесь соответственно у нас будет опять же ти есть еще такой важный момент вы задаетесь вопросом почему ти почему там не другая буква можно подставить другую букву можно написать с например или эй без разницы ти просто стоит для удобства и привычки потому что ты означает темплейта но ближе и соответственно ну сразу становится очевидным тот факт что это темплейт поэтому ставят чаще ти но если вы используете несколько разных темплейтов в одном классе то конечно их желательно развести разными буквами в зависимости от их назначения так здесь у нас соответственно функция конструктор rect проработан теперь следующий конструктор который принимает в себе значение вектора и вот тут уже хитро да вектор вектор у нас должен быть типа т темплейт и второй вектор тоже самое темплейт да то есть тот т тот тип который мы передаем и от него же соответственно конструктор построит исходя из двух векторов типа int дальше у нас следующий конструктор который принимает в себе вектор и вектор типа ти и опять же флот мы меняем найти и здесь флот тоже меняем найти все просто кстати correct from center здесь то же самое мы должны с вами обозначить что это т что это тоже т и как вы видите еще очень важный момент нужно следить за этим компилятор даже не компилятора наша среда разработки не подчеркивать что это ошибка хотя в при компилировании проекта он скажет вам что это ошибка потому что вы не указали какой тип вектора вы используете тип этого класса потому что он тимплейт поэтому обязательно не забывайте прогну проглядеть темплет темплейт ли это или нет и следующее у нас здесь рект класс рект у нас опять же должен передавать какой-то тип т и отлично мы подготовили класс теперь я предлагаю класс рект f также переименовать просто в рект он нам далее просто будет мешать если будет рект называться включает в себя вектор да все правильно и мы должны имплементацию рект f скопировать к себе файл each файл да как вы помните си пи 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 темплейты не дружат поэтому мы все должны перенести в непосредственно edge файл то есть саму имплементацию но тут все просто мы копируем первый конструктор у нас с двоеточиями что нам здесь необходимо top left x в принципе здесь можно оставить как есть потому что top left top left top left нет не сюда вот это мы должны поставить этот рект у нас строится из флоутов ази вот этот уже строится из двух векторов top left да да все здесь здесь все хорошо теперь вот эта часть мы можем соответственно скопировать поставить в первый класс он у нас здесь но потому что мы инициализируем left left как вы помните right top bottom мы сделали т и left in тоже т соответственно инициализация у нас пройдет прекрасно значит эти два конструктора мы с ними справились у нас с вами на очереди следующий конструктор который принимает в себе ширину высоту и непосредственно сам вектор top left top left до вектор вектор здесь соответственно а в тайпти и мы вид уитвы и хайд ставим тоже ти прекрасно удаляем его дальше следующий рект from center это прямоугольник который создается из центра здесь мы создаем вектор опять же of ти называемого хав здесь соответственно хапы цифрой тинти дальше здесь рект создается центр у нас все хорошо хав тоже хорошо все здесь справились и последнее у нас с вами есть вот такая история из оверла пень выс здесь ретен райт да в принципе тут ничего менять и не нужно потому что они уже заведомо такие еще нам полезные функции пригодятся это ширина и высота то есть те кет витс она у нас будет конст ну это чтобы получить высоту и ширину ширина у нас райд минус left как вы помните и точно такая же история у нас с высотой гет хайт ну сто процентов нам пригодятся эти функции здесь мы снизу ботом минус топ соответственно получаем высоту необходимую нам прекрасно у нас получился с вами темплейт рект и рект fcpp мы соответственно с вами тоже удаляем он нам больше не понадобится и наш код стал гораздо чище давайте попробуем скомпилировать проект посмотрим все ли у нас хорошо да как вы видите все теперь скомпилировалась никаких ошибок у нас пока не вылезает если мы запустим да то проект наш как был так и остался все работает все в рабочем состоянии но при этом мы с вами воспользовались возможностями языка си плюс плюс в частности темплейтов которые кстати говоря очень часто встречаются особенно встречается в контейнерах да пока под контейнерами я понимаю но те кто знаком уже дает контейнеры знаменитые такие как include map например контейнер да есть еще контейнер который называется вектор и так далее то есть все это контейнеры которые на самом деле под капотом обязательно используют вот эти темплейты то есть почему мы всегда и вектор например ну здесь покажу если мы создаем вектор какой-нибудь стиль вектор и хотим его как-то использовать мы обязательно указываем какого типа он то есть я хочу создать вектору флоуцы назову его как-нибудь там не знаю кей вот как бы такой синтаксис написания он будет верный и корректный поскольку вектор ожидает темплейт и не путайте вектор это не наш вектор математический вектор здесь это контейнер который содержит себе определенное количество ну содержит в себе то что мы элементы которые мы туда положили так прекрасно это я сохраняю теперь еще несколько косметических моментов которые бы мне хотелось сделать это раскидать нужные нам файлы по папочкам я создаю то правой кнопкой мыши на проекте вин фреймворк и создаю new фильтр фильтр просто для удобства сортировки наших cpp и h файлов назову его графикс я хочу просто по папкам раскидать файлы которые относятся непосредственно например к разделу графикс это график с дат эйдж график с кстати говоря что то может еще относиться давайте посмотрим ну пока нет пока ничего такого я не вижу следующий фильтр я хочу создать называться он у нас будет масса да то есть математика к математике у нас будет относиться вектор да и в принципе все закрываем график с тоже закрою следующий фильтр у нас будет называться windows это все что будет относиться к windows это винлиб это виндау эйдж это 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 виндау си пи пи и соответственно это да и все следующее нам нужен нужен фильтр который будет называться input input под input здесь мы все понимаем мышку mouse.h keyboard.h до клавиатура и соответственно keyboard cpp и маус си пи 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 это у нас input следующее у нас фильтр папочки будет еще engine это то что будет относиться непосредственно к движку игры которые мы еще не написали но тем не менее пишем туда пойдет react класс туда же пойдет наш engine эйдж ну очевидно да таймер поскольку мы там замеряем время engine cpp таймер си пи 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 и вин мэйн поскольку мы создаем игру которая вначале запускает движок и вот этот движок у нас запускается через вин мэнси пи пи самый главный файл откуда у нас происходит весь запуск ну и еще одна папка которая хотелось бы создать фильтр он у нас будет называться game game logic назову так вот в game logic мы с вами ложим все то что относится непосредственно к игре и к игровой логике в данном случае мы с вами пока что написали только тайл мэп но в процессе эту историю конечно же расширим вот таким образом у нас все красиво получается все удобно все классно давайте я проект этот сразу создам как как называется господи закомичу эту историю поскольку у нас все с вами получилось значит век 2 энд рект темп лет то есть если так можно сказать и креейтед фильтр с фильтр фолдерс ну вот все комит all это как раз та вещь которую можно будет вам если что в истории посмотреть когда быть ковыряться в коде гита дальше что я хотел я хотел в наш проект добавить готовые модули которые мы уже с вами писали в частности это загрузка графических файлов это серфис как вы помните давайте добавим я в данном случае возвращаясь к проекту на гид я единственно не помню какая из twin stick shooter здесь по-моему у нас нету то этого да пом 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 значит in framework сейчас посмотрим здесь да где у нас вот был коллайдер первый класс который нам необходим это colors это точно это удобный класс который как вы помните позволяет нам достаточно эффективно быстро и легко работать с ну как бы не отдельными переменными под каждый цвет восьми битный да там он сайт int там red on signed in blue а прям сразу одним конструктором colors который в себя включает добавлю этот файл я в график с new item здесь дат эйдж создам этот хеддер назову по colors и скопируя все что у меня там было в целом здесь как бы ничего менять не нужно все у нас здесь хорошо про этот colors можно пока забыть на время мы его в процессе будем использовать активно и что еще нам потребуется нам потребуется нам потребуется с сэрфейс стат эйдж и сэрфи сэрфи сэпи пи соответственно мы скопируем все давайте сэрфейс тоже относится графикс не у айтем такой спорный вопрос может быть и кэнжи но все-таки он больше с графикой работает этот класс поэтому я его создам и здесь сэрфейс сэпи пи мы соответственно копируем colors в данном случае рект у нас f не существует у нас есть класс рект здесь можно все подправить сразу значит у нас есть сэрф из бла 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 get здесь рект рект и вот тут вот вот тут вот важно какого типа рект мы хотим вернуть я бы наверное здесь воспользовался тоже давайте пока пока поставим флот но get рект у нас а флот не флота int почему я бы здесь тоже темплейт добавил допустим те и тот тип который мы укажем например здесь какого типа сэрфейс мы хотим создать такого типа мы и будем создавать но не знаю посмотрим в процессе так и нам нужен сэрфейс си пи пи файл значит мы соответственно его создаем сэрфейс си пи пи возвращаемся в наши файлы имплементации сэрфейс вот у нас их здесь целая куча кода который мы писали вот кстати важный момент всегда пишите и сохраняйте тот код который вы написали эту логику чтобы потом заново все не переписывать а вот так вот легко копировать то есть вот эти вот модули которые можно использовать снова и снова каждый раз когда вам потребуется тот или иной вид действий вот как вы видите сэрфейс я с легкостью скопировал и буквально там чуть-чуть совсем поменял в коде моментов и у нас с вами получается достаточно удобная модуль до работы с нашим серфейс и мне ничего переписывать здесь не нужен так здесь соответственно рэк тэф да у нас здесь все-таки рэк тэф типа флот ну давайте тогда здесь флот создадим и здесь у нас не рэк тэф а у нас он возвращает флот здесь рэк тэф меняется на флот и и все у нас больше здесь никаких ошибок нету серфейс класс мы с вами добавили рект я и вектор закрою чтоб тут не захламлять что нам еще понадобится нам нужно обновить класс графикс потому что в нем у нас отсутствуют функции отрисовки непосредственно спрайтов которые мы загружаем через серфейс поэтому я предлагаю вернуться к нему у нас есть замечательные график с дат эйдж в котором есть все функции которые нам необходимы мы их берем копируем и добавляем соответственно сюда можно можно кстати прописать здесь что это спрайт дроинь спрайт дроинь хелпер фанкшенс как вы помните у нас есть отрисовка спрайт в без прозрачного фона и есть с прозрачным бафа и здесь все хорошо вот единственное что нам нужно поменять это опять же вот эти рект здесь у нас будет всегда рэк тэф флот я кстати говоря просто его сейчас скопирую и везде размножим значит здесь у нас с вами я я знаете если честно не совсем уверен что нам здесь нужны ссылки можно достаточно использовать просто ректа флот бэвэль и да то есть но именно копировать значение ректа не обязательно идти прям в референс так это мы скопировали да и но нам подсказывает что наш график с понятия не имеет что такое рект мы должны включить класс проект сюда теперь он должен перестать ругаться да и еще не знает что такое серфис тоже нужно включить инклуд серфис вроде все да теперь мы должны эту часть с вами скопировать и заменить там где у нас рэк тэф я как видите просто механически меняя рэк тэф на рэк то флот и все но ничего по сути по факту в коде у нас не меняется так единственное я бы наверное вот так сделал чтобы у нас код не залезал слишком далеко но скорее всего нам понадобится еще drawpixel одна функция которая принимает colors colors вот она вводит drawpixel color c drawpixel ну вот как вы видите да чтобы нам не писать вот так вот кучу переменных достаточно просто указать color c и это то же самое по сути что вот так вот только просто гораздо короче так хорошо и в графикс cpp мы должны собственно скопировать имплементацию этих функций давайте скопируем значит первая функция которая нам интересна это drawpixel который принимает colors мы его скопируем найдем где у нас здесь drawpixel вот он у нас здесь рисуется несколько более наверное эффективно я скопирую потому что у нас сразу происходит проверка что мы в рамках окна вот только единственное in buffer заменим colors на in buffer ну поскольку он здесь in buffer называется вот вот а эта часть у нас заходит сюда потому что сам colors класс отвечает за shift ну вот эти вот операции shift а ну вот эти части он у нас автоматически делает в самом классе так окей теперь следующее нам нужны все функции которые мы с вами делали связанные со спрайтами это вот эти все вот это полотно копируем сейчас заменим так drawpixel здесь сейчас будет куча ошибок да 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 так здесь все хорошо вот тут мы с вами должны заменить на rect of float у нас как вы помните мы избавились от ссылок вот эту часть надо будет тоже сейчас заменить так сейчас я поменяю сначала rect of rect of ссылки он не принимает здесь соответственно тоже rect of float так 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 здесь что у нас здесь здесь все хорошо draw спрайт опять же rect of у нас меняется вот эту часть это меняется на вот эту часть draw спрайт опять же здесь то же самое чуть-чуть со следующей строчки начну так ну и в принципе все у нас больше не ругается теперь по поводу 800 на 600 у нас есть с вами уже размеры окна это win width, win height он у нас предусмотрен в классе поэтому везде где у нас встречается вот эта часть мы ставим win width, win width у нас типа int поэтому мы его должны сразу во float перевести и соответственно win height мы должны прописать win height ну теперь я предлагаю просто вот это скопировать и везде где у нас встречается подобный конструктор мы просто его меняем на переписанный нами вот так так где-то тут еще по-моему было нет все прекрасно у нас с вами теперь есть возможность пользоваться функциями draw спрайт я предлагаю тестово сейчас этим воспользоваться у нас должна в папке быть сохранена сохранен какой-то графический файлик сейчас я его поищу тест bmp робощит так а другого нету другого пока нету я не вижу ну давайте в принципе можно скопировать файл bmp сохранить ссылку как а html не помню как их там копировать вот робощит да мы скопируем да давайте его скопируем сохранить картинку как ну как вы помните у нас здесь был вот этот робот замечательный с которым мы игрались и делали анимацию программе так 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 survive по-моему у меня называется и здесь у нас должен быть робощит bmp так давайте я проверю на всякий случай что у нас там действительно есть так open мы вот так сделаем open была такая функция посмотреть а это open with open view history exclude был бы просто быстрый а вот open in folder так здесь должен быть робо и что-то я его не вижу так win framework я зашел сюда и робот почему-то у нас не скопировался вы видите его я вот честно говоря нет а почему он у нас туда не скопировался хороший вопрос мы зашли в survive он что сюда что ли закинул win framework так странно давайте еще раз попробуем сохранить картинку как а win framework x64 да 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 вот здесь он у нас скопировался отсюда надо его вырезать и сюда поставить так робощит он у нас называется окей хорошо следующее что нам необходимо с вами сделать это протестировать нашу функцию что нам действительно работает и у нас все отрисовывается для этого мне достаточно достаточно создать какой-нибудь surface я думаю да так и сделаем surface пусть будет робот и здесь у нас с вами просто путь к нему нужен это робощит . bmp так surface у нас есть теперь мы его должны отрисовать вместе с тайл мэпом в engine если уйдем ну где-нибудь вот здесь сверху gfx точка draw спрайт draw спрайт здесь у нас несколько должно быть colors дальше позиция позиция у нас player left и player top ну как вы помните здесь мы их уже создали от центра дальше нам нужно создать несколько ректов ну здесь у нас соответственно робот colors не знаю colors color точнее конструктор класса какой у нас там цвет честно говоря я не я не помню как я не помню как его можно глянуть пам 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 не помню номер этого цвета если честно ну пусть он у нас будет зеленый ладно это у нас сейчас на старте потом разберемся colors magenta тогда оставим как было здесь нам нужно создать rect float как вы помните это source то есть источник откуда мы только определенную область из нашего робощита вырезаем да то есть я хочу только вот эту часть например это 0 чего-то там не знаю 30 30 60 сделаем это будет 0 давайте 40 F и по высоте 0 F и не знаю ну пусть будет 80 F это первый да и в принципе все мне кажется этого достаточно будет у нас должно закрыть вот так draw sprite no instance of overloaded function а да ну да я должен местами поменять извиняюсь сначала player left player top а потом уже наш робот давайте скомпилируем посмотрим что у нас вышло надеюсь не будет никаких страшных результатов ну вот как вы видите робот у нас картинка появилась да корявая на старте но в целом с графикой мы уже можем работать если сделаем плитку покрупнее нам достаточно зайти в tile map увеличить количество пикселей которые мы рисуем на ну размер соответственно каждого нашего тайла сделаем его 60 таким образом у нас будет на весь экран большой такой вот да и соответственно наш робот рисуется ну рисуется он конечно в положении неправильном это надо будет докрутить но в целом у нас с вами здесь все работает только тормозит конечно сильно но это история того что у нас с вами предстоит еще сделать это оптимизация самого кода так значит это с вами мы протестировали в график с функцией нужные нам добавили в engine мы с вами все протестировали в дальнейшем робот вот этот surface нам здесь не будет нужен я удалю этот тестовый код он нам не нужен дальше нам нужно будет порисовать уже наш мир да то есть нам нужно сейчас загрузить персонажа загрузить картиночки которые будут отрисовывать нам тайлы да не просто вот эти скучные моменты и дальше посмотрим может быть перейдем к коллизии столкновения объектов ну то есть поработаем уже непосредственно над геймплеем ну в целом давайте я быстро сделаю некий summary да то есть того что мы с вами прошли и сделали и самое важное ключевое что мы сделали это мы с вами познакомились с темплейтами мы с вами сделали темплейтами наш класс вектора для того чтобы темплейт сделать нужно навести ключевое слово темплейт выше класса да где вы будете его использовать и вот в таких вот больше меньше знаках писать type name да то есть какого типа имя будет записываться в темплейт и соответственно темплейт что нам дает мы можем при создании нашего класса всегда подставлять нужный нам тип переменной и тем самым класс у нас не зависит от конкретного типа переменных так что нам не нужно его перед перепис переписывать отдельно под тип int поддельно под тип float нам достаточно теперь вектор написать вот с такими вот ну вот с такими знаками да больше меньше и между ними написать нужно нам тип переменной который мы хотим использовать с этим классом или там int например или car и как вы видите прелесть в том что это очень сильно экономит во первых количество кода которые мы с вами написали и во вторых соответственно он у нас классный сам класс становится более гибким следующий момент с темплейтами как вы помните их нужно обязательно делать на уровне h файлов то есть в cpp файлах их создавать нельзя соответственно мы имплементацию наших всех функций перенесли в h файл и точно так же сюда все прописали дальше что важно здесь еще да в принципе все вот вот как бы как использовать темплейты и как я уже говорил темплейты очень много используется в контейнерах это векторах в мэпах которые мы кстати будем использовать в следующем видео а пока если вам понравилось ставьте пальцы вверх попробуйте создать свои собственные темплейты попробуйте тот вектор который у вас есть да класс вектор который мы создавали точно так же провести по темплейтам да пересоздать посмотреть как это работает и не бойтесь ошибок которые выскакивают здесь при компиляции когда вы работаете с темплейтами смотрите сразу же на первую ошибку которая возникает как правило она и наталкивает на мысль что не так с кодом и на что ругается наш компилятор вот поэтому вот так до следующих встреч пока пока пока